Музыка Всем привет! Мои весы приказали долго жить. Не сбрасываются, не выключаются, батарейки менял, не помогает. Раскручивал их, смотрел, думал, может какая-нибудь пыль попала, мука, нифига. Да фиг с ними, я заказал уже новые в озоне, но правда не идти будут долго. 3 февраля обещали привезти. Ладно, сегодня будем готовить очень вкусный маковый пирог, я бы даже сказал, наверное, торт с заварным кремом. Это действительно потрясающе вкусно. Урвал рецепт у соседа, он когда-то работал шеф-поваром и с тех времен у него сохранились записи. Итак, приступим. Нужно будет взбить с сахаром 5 яиц до состояния как на бисквит. Яйца вбиты, вернее разбиты. Они у меня домашние, все разного размера, поэтому я беру средний вес яйца 65 грамм вместе со скорлупой. Ну и таким образом набираю нужную массу. Здесь 5 яиц. Также я добавил 400 грамм сахара и запускаю миксер. Яйца взбились, вот до такого состояния. Сахар растворился почти. Нет, он растворился. Теперь будем добавлять масло. Я его заранее немного прогрел в микроволновке. Вот такое, но мягкое. И сметана. Сейчас все будем добавлять яйца. Яйца со сметаной и маслом я вымешал. Приготовил смесь. Здесь просеянная мука, 10 грамм разрыхлителя, можно заменить содой также 10 грамм, 130 грамм мака и пакетик ванильного сахара. Вот такие я использовал. Теперь добавляем постепенно все в яично-масляно-сметанную смесь и вымешиваем тесто. Замечательное маковое тесто готово. Также я подготовил форму 23 сантиметра. Вниз я постелил пергамент, предварительно помазав нижнюю часть формы маслом, чтобы он не задирался. Духовка уже разогрета до 170 градусов. Прикладываем тесто в форму. Разравниваем и отправляем в духовку примерно на час. А пока выпекается наш корж, займемся приготовлением крема. Да, еще посуду бы перемыть неплохо. Для приготовления крема берем 3 яйца, сахар 247 грамм и все хорошенько растираем до однородности, взбивать не нужно. В хорошо промешанную яичную массу добавляем молоко. Кстати, я не сказал, рецепт будет полностью по ингредиентам расписан под видео в описании. Хорошо вымешиваем. Теперь отправляем на плиту на медленный огонь, постоянно помешивая. И доводим смесь практически до кипения. Как только появятся бульки, сразу снимаем яичную массу с огня. Добавляем пакетик ванильного сахара и сливочное масло. И все хорошо вымешиваем венчиком до однородного состояния. Затем этот крем убираем остывать. Желательно накрыть его в контакт пищевой пленкой, чтобы не образовывалась корочка. Еще раз напомню, все ингредиенты будут написаны в описании под роликом. Ну вот, масло разошлось, масса гладкая, блестящая, никаких хлопьев нету. Будьте аккуратны, не передержите крем на плите, иначе у вас все свернется и будет у вас омлет. Все, ждем остывания крема, а также ждем окончательного выпекания нашего коржа макового. Пока выпекается корж, я уже успел накрутить фаршем говядину плюс свинину с луком уже. Потом добавлю туда пучок кинзы. Замешиваю тесто. Это будут хинкали, как я и обещал сегодня утром. Гости приедут и будет все готово. Корж готов, оставляем его отдыхать минут на 15-20, после чего будем вынимать из формы. Вот у меня параллельно тесто для хинкали месяца. Пахнет потрясающе. Прошло 20 минут, корж аккуратно вырезаем ножом и отправляем отдыхать на решетку до полного остывания. Снимаем с коржа бумагу. Он пахнет сметаной, очень вкусно. Мой корж остыл, я его разрезал на 3 части. Сюда я буду собирать сам тортик. Коржи вкусные, мягкие, достаточно сочные. Напомню, как я режу коржи. Беру вот крышки обычные и выбираю ту высоту, которая мне нужна. Дальше так прикладываю нож, обхожу по кругу и потом остается немножко надрез внутри. Получаются ровненькие и аккуратненькие коржики. Пошел за кремом. Крем полностью остыл, он достаточно жидкий от такого плана, как очень-очень густой кисель. По вкусу напоминает мороженый пломбир. Просто берем половником, заливаем. Заливаем коржики нашим кремом. Побольше, не жалеем. Должен быть влажный, сочный. Ну и сейчас я перейду к сборке, когда соберу покажу. Это еще не все, в конце будет еще одна фишка. Итак, во время сборки нарисовалась некоторая проблемка. Крем достаточно жидкий и коржи по нему пытаются уехать. Поэтому, чтобы они не уехали, я сделаю вот так. Воткну несколько шпажек. Ничего там страшного нету. Когда он окончательно пропитается, он будет плотным достаточно. Вот так. Все, теперь беру грецкий орех, пропущу его через кофемолку, не мелко. И обсыплю весь. Итак, прошло несколько часов, торт готов. Боковинки обсыпать я не стал, мне его не на выставку. А те, кто любит сладкое, и так скушают. Шпажки уже вынул, которые были засваткнуты. И сейчас мы его порежем и дадим на стюхе попробовать. Вот так красиво он выглядит в разрезе. Очень много крема. Но, на самом деле, ему нужно дать постоять еще до утра. Ну, то есть, часов 12. Он весь пропитается и будет шикарен. Сейчас покажу отрезанный кусочек. Вы, кстати, не смотрите, что здесь кругом мука. Я тут делал хинкали и еще не успел убраться. Гости попросили тортик. Ну, красивый. Кстати, очень вкусный. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok